Начнем. Моя первая часть, она будет... Да, меня зовут Архипов, Кирилл, кстати, недавно представился. Я являюсь руководителем группы технических экспертов по семенам кукурузы. И свою сессию я начну с истории про рынок и как у нас складывались условия сезона. Потому что, когда мы говорим о результатах, нам обязательно нужно понимать, что у нас случилось в сезоне. А, естественно, еще сельхозпроизводителям нужна какая-то информация на месяца 2-3 вперед, как еще с этим жить. Поэтому мы сегодня с вами посмотрим результаты, различные карты почвенно-климатических условий, которые сразу складывались в текущем сезоне. И сеть испытаний сингента посмотрим. Что касается рекордов сезона, это первый слайд, который нам в целом показывает, что даже в условиях сложного года можно получать с урожайности по кукурузе свыше 100 центнеров на гектар, по подсолнечнику свыше 40. Естественно, с кукурузой это по большей части орошение, да, это такие профессиональные земледельцы, которые занимаются кукурузой. Что касается подсолнечникам, естественно, никакого орошения нет. Есть гибрид, есть генетика, есть техника и подход сельхозпроизводителя. Поэтому немного об этом поговорим, о результатах, о поведении каждого гибрида. Но это будет уже чуть позже, в сессии освещения результатов по гибридам. Ну что, давайте начнем про цены. Как всегда, экономика, мы занимаемся сельским хозяйством не просто, чтобы выращивать пшеницу, подсолнечник, кукурузу, но и для того, чтобы немного при этом зарабатывать. Поэтому посмотрим на цены. Пшеница у нас является драйвером вообще всех цен на рынке, да, по сельскохозяйственной продукции. И мы видим, что за последние буквально там месяцы пшеница, она росла, росла, росла. Там немного был спад небольшой, потом обратно идет рост. В общем, однозначно за последние годы, как вы видите на графике, а график представляет собой динамику цен с января 2012 года, да, по сегодняшний день, это одна из самых высоких цен. И аналогичная история идет по сахару и по подсолнечнику. Я думаю, что многие из вас наблюдают сейчас цены от 35 до 40 тысяч рублей за тонну по подсолнечнику. Естественно, пшеница – это такой некий драйвер, барометр, который показывает нам рост цен с подсолнечником. Если уже углубляться, мы понимаем, что это и цена на пальму, которые и объемы, которые сейчас проваливаются на рынке Азии, потому что, с одной стороны, коронавирус, очень сложно собирать, да, там пальмовое масло и передавать это все индустрии для трансформации. С другой стороны, есть сложности еще и с самим подсолнечником, с производством. Об этом мы посмотрим чуть дальше. Общее производство подсолнечника в этом сезоне ниже прошлого года на 10%. Это серьезная сложность. Ну, об этом чуть дальше, да, вот этот слайд. То есть мы видим, когда мы говорим про цену, да, и обсуждаем, что же нам, какая же цена будет и какие прогнозы ее развития, нам всегда нужно понимать несколько вещей. Это баланс спроса и предложения, простейшая экономика, да, то есть вот предложение по сырью. То есть в прошлом году общее производство подсолнечника было 55 миллионов тонн, в этом году 50 миллионов. И основные страны, которые нам, собственно, этот подсолнечник дают, это Россия и Украина. Вы видите, как снизилось производство ввиду негативных погодных условий. Да, на 10% просела воловка. Общее. И есть сложность для рынка переработки. Мы, конечно, очень редко жалеем, да, переработчиков, хотя они действительно сталкиваются со многими трудностями. И вот в этом году в России это однозначно сложно для переработчиков, потому что, с одной стороны, у нас мощности переработки и так превышали доступное сырье, а сейчас еще и снижен урожай. Соответственно, сельхозпроизводителям очень, переработчикам очень сложно найти сырье. Вот, да, свои контракты, которые они заключили еще там весной, зимой прошлой, в течение лета и так далее. Ну, а, естественно, на мировом уровне такая же история. И если вы посмотрите цену на масло, меня она удивляла из, там, недели в неделю. Мы смотрим, цена на тонну масла, там, конец сентября, там, 930 долларов, да. Потом смотрим, ну, вроде бы это уже достойная цена, она растет, растет, растет. И сколько она же сейчас составляет? Она составляет почти 1070 долларов, да. То есть этот ценник, он не падает. Соответственно, у сельхозпроизводителей отличные перспективы видеть ценник выше и выше. В то же самое время мы знаем, что правительство начало обсуждение введения экспортных пошлин на масло, на экспорт масла, дабы поддержать внутреннее производство, чтобы у нас масло не уходило за границу, а оставалось у нас в стране. Возможно, в условиях достаточного сырья, я думаю, что ценник бы пошел на убыль, да. Но в данном случае у нас действительно мощности переработки значительно превышают доступное сырье. По нашим оценкам, это примерно 15 уже сейчас процентов, может быть, выше. Соответственно, внутренняя конкуренция МЭЗов, она будет поддерживать ценник. Скорее всего, он вниз не пойдет, он стабилизируется. Да, и вот, собственно, слайд по тому, как революционировали виды на урожай в течение сезона. Вначале при одних и тех же площадях мы предполагали, что Россия соберет 15,4 миллиона тонн. По факту прогноз снизился от в октябре до 12,5, но буквально недавно мы получили новую аналитику от Минсельхоза. Она все-таки показывает, что 13 миллионов тонн мы получим. Ну, будем надеяться. По крайней мере, вот эта информация от Минсельхоза, она никаким образом не повлияла пока на ценник, который складывается внутри страны. И немножко проговорим про прогноз валового сбора подсолнечника по макрорегионам, потому что ситуация на самом деле не везде одинаковая. Вы видите на этих графиках производство по годам, и относительно прошлого года, который был вполне себе подсолнечный год, в этом сезоне идет значительное снижение. Ну, то, что мы с вами увидели процентов 10-15 на уровне общего производства, то просадка на уровне страны даже побольше будет, процентов 15. Вот для Юга и для Волги. Центр в целом. У нас был уже подобный вебинар. Мы общались с сельхозпроизводителями из ЦФО. И там регион разделился на две части. В одном было достаточно влаги в течение вегетации. Это западная часть Белгород, Курск, Орел. И восточная часть – это Воронеж, Пенза. И пошли туда дальше. Соответственно, в Поволжье, мы сегодня говорим про Поволжье, в целом везде была засуха. И просадка существенная. В то же самое время мы достигли в Поволжье объема позапрошлого года. Да. И если сделать вывод общий, да, понятно, что у кого-то это, как говорят, средняя, медиана рынка. У кого-то просадка была и значительно серьезнее, да, там и до 35% снижения достигало. Кто-то выдержал свою плановую урожайность. Но в целом, если мы посмотрим, опять же, на цену подсолнечника и на курсовую разницу, можно будет увидеть, конечно, что несмотря на сниженный урожай, ценник возрос там в 2-2,5 раза. Поэтому опять нас культура кормит, наше черное золото, да, как мы иногда его называем. Тем более в Поволжье у нас 4 миллиона гектар вытягивает все-таки эта культура сельхозпроизводителя на нужную рентабельность. И в структуре там всего оборота является одной из ключевых культур. Что касается, да, баланса рынка подсолнечника, мы сказали с вами о предложении, о спросе, об экспорте, о небольших запасах, и вот эти запасы, они постоянно снижаются. Поэтому сказать, что в какой-то момент у нас появится очень много подсолнечника, который закроет производственные мощности, мне приходится об этом даже думать. Поэтому когда сельхозпроизводители задают нам вопрос, ребята, когда же продавать нам, да, потому что в текущем сезоне условия сложились так, что убрали с минимальным кислотным числом, и можно похоронить. У кого есть складские мощности, можно похоронить было и есть семечку. Соответственно, наше предложение абсолютно стандартно. Пожалуйста, продавайте сырье траншами. Соответственно, часть какую-то можно было уже реализовать, часть какую-то можно сейчас до Нового года, до того, как мы не ввели экспортную пошлину, и пока непонятно, да, как она там отразится на сырье, и потом уже дальше в течение сезона ориентироваться и по курсовой, по курсу обменному доллара, и по ценнику, который показывают МЭЗы. Поэтому частичками, 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 пожалуйста. Ну, и как в анекдоте, главное не передержать вот в нашем сельскохозяйственном. Что касается кукурузы, понятно, что кукурузы, с кукурузой и семенами, да, в том числе в текущем сезоне для всех семенных компаниях есть сложность. А вот с урожаем, который мы собрали в текущем сезоне, ситуация по ценнику показывает одни из максимальных как бы так, отклонений, да, в верхнюю сторону, потому что, вы видите на графике, уже там украинский ФОП Одесса отреагировал, ценник по кукурузе растет, растет, растет. Сейчас за ними подтягиваются и Россия, там, юг, цены юга и центрального черноземного района. Соответственно, мы ожидаем, что ценник также будет расти. Опять же, он здесь больше еще завязан на пшеницу, да, на альтернативные источники зерновых. Соответственно, опять же, кукуруза компенсирует вот этот недобор урожайности своей ценой. Опять же, возвращаясь к историям сельхозпроизводителей, у нас в сельском хозяйстве есть две беды – урожай и неурожай. Ну, вот в этом году у нас неурожай, зато цена помогает сельхозпроизводителю вытягивать рентабельность. Окей. Ну, и что касается следующего слайда по поводу баланса спроса и предложения, мы видим, да, что и валовый сбор у нас просел где-то на 1 миллион тонн. Конечно, запасы также имеются, но чуть-чуть снизились. И индустрия сама по себе, мы понимаем, да, что переработку уже можно вести из различного типа сырья, поэтому переработчики часто перестраиваются, да. Вот, например, с маслом кто-то перестраивался в свое время на пальму, да. Но вот такие большие колебания, там 10%, 15% по урожайности, они, конечно, не дают возможности быстро и оперативно перестроить и производство, и поставки. Поэтому по кукурузе аналогичная история. Есть некоторый дефицит сырья. Более того, на мировом рынке Китай увеличивает потребление. Есть также сложности и в контрсезоне по производству, поэтому мы сейчас ожидаем, что ценник также не пойдет вниз, только будет либо стабилен, либо выше подниматься. Окей. Это что касается краткого обзора рынка. И вернемся с вами к нашему текущему сезону. У нас будет две карты по влагообеспечению и по температурному режиму. Мы с вами видим, да, что отклонение с сумм совокупных осадков от нормы в Поволжье с апреля по октябрь. Оно, опять же, вот в западной части, это самые существенные отклонения, и опять там засуха, это Волгоград, Саратов, Самара. Это сложнейшие климатические условия. Более того, сельхозпроизводители в начале сезона решили посеять, успеть во влагу, да, которую мы помним весну текущего года, когда и снега-то особо много не было. И когда он сходил, была основная задача эту влагу захватить. И так сложилось, что некоторые семена пролежали в почве и 3, и 4 недели, и даже 5. И сельхозпроизводители часто обращались, ребята, что же нам делать, потому что так долго семя лежит в земле, будет ли большая потеря в схожести, что делать и так далее. Ну, в общем, природа расставляет все на свои места. Да, была некоторая потеря густоты для тех, у кого семя пролежало в земле больше трех недель, четырех, но это была небольшая потеря густоты, да, потому что все-таки протравители, обработка семян, они сдерживают болезни и вредители. Единственный момент, пострадали, конечно, те, кто успел посеять во влагу, семя пошло в рост и потом остановилось, потому что была холодная погода, да, там были сложности. Но в целом потеря густоты, она даже на руку сыграла за сушливым территорием, да, когда в сезон растения меньше конкурировали между собой за вот этот и так недостающий объем влаги. Да, и что касается восточной части, понятно, что там Оренбуржье получало некоторую часть осадков, но когда мы посмотрим на температурный режим, да, мы можем увидеть, что он как будто бы был, соответствовал норме, да, но если опять же вернуться к истории, то начало сезона были пониженные температуры, а уже в самом сезоне, в течение вегетации, во время цветения особенно, это были там критические температуры, 36 и 38 градусов, как раз та температура, которая уже фактически обеспечивает стерилизацию нашему подсолнечнику и кукурузе. Соответственно, вывод отсюда, какие гибриды показали лучшие результаты для кукурузы, это была линейка Артежин, да, которая показывает себя отлично и в благоприятных условиях и входит там, занимает первые места в условиях засушливых, это феномен Фортага, Черинтас, а также гибриды ранней группы, то есть Телесман, Ротанга, Телиас. И что касается подсолнечника, опять же, здесь такие тоже две крайности. Одна – это те гибриды, которые изначально были разработаны селекционерами компании Сингента для засушливых условий. Это Розетта, Сузука, Алькантара. С другой стороны, это интенсивные хозяйства, у которых изначально планка довольно высокая, и вот используя гибриды с максимальным потенциалом, Бокарди, это Неома, Фортиме, Сумико. Сельхозпроизводители также получили достойный результат. Да, с подсолнечником, конечно… Ой, многие, наверное, меня сейчас поругают, если я скажу, с подсолнечником немного попроще, чем с кукурузой, да, но действительно по влагообеспеченности у подсолнечника больше шансов поддержать рентабельность бизнеса, нежели с кукурузой. Кукурузе, конечно, существенно нужна влага. Окей. И что касается сети испытаний, мы плавно подходим уже к нашей части рассмотрения результатов. Мы с вами хотели поделиться вот количеством точек, которые мы испытывали в этом году. Каждая точка – это заложенный опыт с линейкой гибридов Сингенты. И не только, да, как вы увидите в презентации дальше. То есть в России мы подсолнечнику заложили 400 опытов, по кукурузе 260, из которых в Поволжье 137 опытов для Поволжья, и по подсолнечнику, и по кукурузе 68. И, естественно, мы внутри своей команды, мы сейчас с вами поговорим о результатах Поволжья, но когда мы просматриваем и анализируем, как себя ведет гибрид в целом, мы берем и наши данные по всей стране, и в разрезе регионов, и областей, дополнительно смотрим на результаты соседних стран с похожими климатическими условиями. И все это ради того, чтобы в будущем, когда мы будем прогнозировать, да, какие гибриды выбирать нам на следующий сезон, у нас уже была доказательная и основательная база. Окей. Иван, наверное, дальше слово тебе. Спасибо большое. Если вопросы, я подсоединю сейчас. Добрый день, коллеги. Меня зовут Афанасий Иван, компания «Сингент». Я отвечаю за группу технических экспертов по семенам «Подсолнечника». И я рад приветствовать вас на вебинаре, который посвящен результатам сезона 2020. Презентация будет довольно сжата в плане информации. Я буду говорить только о результатах, да, потому что на самом деле портфель компании «Сингента», он обширен. И если сейчас посмотреть, да, то есть в сезоне 2020 мы видели довольно стрессовые условия. В финальном итоге это отразилось, что средняя урожайность по Приволжскому, Сибирскому, Федеральному округу и так далее составляет по Сибирскому в районе 10 центнеров. То, что в Минсельхозе. И порядка 13,3 центнера с гектара – это средняя урожайность по Приволжскому федеральному округу. Если, конечно, говорить о рентабельности, которую поднимал Кирилл вопрос, да, если так даже вкратце пересчитать, то рентабельность «Подсолнечника» она в этом году значительно выросла. Это связано с ростом цены на непосредственно сам подсолнечник. То есть даже если эти 13,3 центнера с гектара умножить на, пускай даже, 35 тысяч рублей, да, то есть мы с вами уже выходим около 40 тысяч рублей. При этом в прошлом сезоне, при условии того, что мы получили 15 центнеров, 15,5 центнеров с гектара на этой территории, то мы с вами имеем, в прошлом сезоне имели порядка 20, от, прошу прощения, порядка 30 тысяч рублей на гектар, да. То есть я согласен, что увеличились цены и на ГСМ, и на запасные части, на средства защиты растения, на семена. Ну, если так, конечно, сравнивать, то маржинальность «Подсолнечника», я считаю, что в этом сезоне подтолкнет хозяйство к тому, чтобы расширить посевную площадь «Подсолнечника», да. Хотя мы знаем, что в целом на территории там Саратовской области, да и других территорий сейчас уже есть, конечно, сложности с формированием и лавированием севоборота по поводу «Подсолнечника». Но рентабельность «Подсолнечника» будет подстегивать, и даже вот несмотря на вот эти жесткие условия, которые сложились в течение сезона, все, конечно, началось в части территории, это были вопросы с запасом продуктивной влаги, прохладные условия и дожди в майский период, что позволило, конечно, сформировать хороший урожай по зерновой группе, но при этом некоторые хозяйства не успели проводить прополки, химические обработки, будь то гербициды для производственной системы «Клеофилд», «Клеофилд плюс», либо технологии «Экспресс», да, то есть как бы не всегда это удавалось, да, и посевы в некотором случае пострадали, в том числе от сорняков, и потенциал генетики был снижен. Если говорить о рекордах, да, и какие вообще рекорды мы увидели на территории Поволжья, мы увидели, что мы разделили, разделили, и моя презентация будет построена, мы выделяем Саратовскую, Волгоградскую территорию немножко отдельно, то есть я считаю, что эти территории меньше реагируют на вот эту длину вегетации, да, то есть как бы по большому счету в этих территориях можно возделывать гибриды и среднеспелые, и среднепоздние группы, да. Если мы говорим за территорию Татарстан, Башкортостан, да, то есть мы говорим о Самаре, части Оренбурга, да, то все-таки здесь, конечно, уже есть своего рода ограничения в виде вегетации, соответственно, хозяйство выбирает раннюю, средне-раннюю группу, но некоторые еще работают среднеспелой группой. Поэтому вот так у нас презентация, она будет разделена. Если мы посмотрим по территории Волгограда, там, Саратова, мы с вами увидим, что потенциал гибридов, он может достигать даже в условиях хозяйства этого сезона сложного, он доходит до 50 центнеров с гектара. И тому подтверждение это в этом сезоне Болтайский район Саратовской области, где в интенсивном хозяйстве, да, то есть в интенсивной технологии, то есть хозяйство понимает ценности тех вложений, которые, и как они возвращаются. Они получили до 50 центнеров с гектара на генетике компании Сингента. Если мы перейдем к территории, где есть все-таки больше ограничения по вегетации, да, то есть мы увидим, что средне-ранняя, ранняя группа спелости, даже есть и гибриды среднеспелой группы спелости, мы увидим, что они сформировали урожайность порядка до 35 центнеров с гектара, да, то есть это то, что вот как бы было зафиксировано. Если же говорить о портфеле компании Сингента, сейчас портфель компании Сингента довольно обширный, и на рынке существует, по большому счету, если мы говорим за какой-то производственной системы, то это четыре производственные системы или технологии, да, то есть это классическое, которое подразумевает отсутствие какого-либо гена, который бы контролировал бы устойчивость к тому или иному действующего вещества. Есть два сегмента, это производственная система Клеофилд, Клеофилд Плюс, и относительно новая, да, то есть, ну, быстро растущая технология, это технология Сульфа, да, подразумевающая использование Ирбицид Экспресс от компании FMC, и что, как бы, вот, как, чтобы не потеряться, да, то есть, с одной стороны, то есть, хозяйство принимает решение в зависимости от ситуации, от засорения, которое присутствует в поле, а уже выбор гибридов уже можно подобрать, потому что у компании Сингента есть решение в классическом сегменте, Клеофилд, Клеофилд Плюс и Сульфа в сегменте, да, нужен вам высоколейный подсолнечник, пожалуйста, есть и высоколейный подсолнечник, он есть в классическом Клеофилд сегменте, мы ожидаем регистрацию в Сульфа сегменте, поэтому этот портфель, он будет постоянно расти, 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 и вы видите, что он включает в себя не только разбивку по группам спелости, но еще компания работает еще и по группам спелости, да, то есть идет разделение от ультраранней генетики, да, которая, как вы уже много видели, знаете, это гибриды Савинка, да, добавился в этот портфель еще гибрид, я считаю, Арка удачно, вот, и заканчивая даже средне-поздними гибридами, которые имеют высокий потенциал и показывают высокие результаты. Начать я хотел с классического сегмента, и этот сегмент занимает в регионе Поволжи порядка 50% еще площадей, возделывается по классической технологии. У компании Сингента появляются все новые и новые гибриды. Первый, это, конечно же, новинка, это гибрид Честер, это гибрид, который имеет самую высокую устойчивость к расам заразихи от АДЖи плюс, да, и этот гибрид имеет высокую засухоустойчивость, да, и вот суть этого гибрида, это в тех территориях, где вы столкнулись с наиболее агрессивными расами, вы видите, что, ну, генетика уже никак не помогает, да, есть возможность все-таки еще с помощью генетического контроля, да, то есть можно эту проблему еще контролировать. Это гибрид Честер. Здесь приведены данные по Волгоградской территории, Саратовской территории, Башкортостан, Татарстан, да, то есть Самара, Оренбург, да, то есть вот по всей. И здесь сравнение гибрида Честер по сравнению со средней урожайностью, которая есть по сегменту в опыте, да, то есть мы сравнивали, например, классические гибриды с классическими гибридами, и Клеофилд с Клеофилдом, ну, то есть вот в таком порядке. То есть мы видим, что в 95% случаев, да, гибрид Честер имеет превышение по урожайности по сравнению со средней урожайностью по опыту, да, когда мы, конечно, уже добираемся до пиков и доходим там до 50 центеров с гектара, конечно же в этих условиях уже начинает играть среднеспелая, среднепоздняя группа спелости, да, и ранняя группа спелости, она, конечно, начинает уже уступать. Поэтому для хозяйств, которые имеют планку биологическую, да, потому что, конечно, у нас много факторов, которые включаются и снижают наш потенциал урожайности, до, там, например, 35 центеров с гектара, 40 центеров с гектара Честер, это ваш помощник, да, и для вот тех участков, где вы уже разуверивались, да, то есть в устойчивости генетики именно к заразихе, это выбор как раз-таки для вас. Это гибрид Честер. Следующий гибрид, который, ну, наверное, популярен сейчас в регионе Поволжья, это связано с его четырьмя свойствами данного гибрида. Прежде всего, это засухоустойчивость, это устойчивость, жаростойкость, то есть устойчивость к высоким температурам, это заразихоустойчивость, гибрид устойчив к шести расам заразихи, это устойчивость гибрида к ржавчине, которая сейчас все больше и больше набирает обороты в регионе Поволжья, а также еще приятный бонус, что этот гибрид еще является и высокоалийным гибридом, да, то есть как бы, ну, можно так, такой универсальный такой солдат, да, который в себя все включает, да. Если посмотреть по результатам на территории Саратова и Волгограда, мы можем увидеть, что урожайность в опытах, она колебалась от 20 центнеров до 50 центнеров с гектара, вы видите, да, и при этом посмотрите, насколько сильно отличается дельта от средней урожайности по опыту. Это как раз-таки вот эти вот преимущества, о которых я сказал, там, пять преимуществ, они как раз вот и реализовались в данном гибриде, да, то есть и в результате это все видно потом по урожайности. В территориях, где есть все-таки ограничения по вегетации, да, Оренбург, Башкортостан, Татарстан, Самара, да, то есть мы все-таки видим, что гибрид также работает, да, и здесь, конечно, потенциал уже чуть-чуть ниже, да, это связано с многими факторами, но тем не менее мы видим, что средняя урожайность по опыту ниже, значительно ниже, чем урожайность гибрида Арка. Следующий гибрид, о котором я хотел остановиться, это гибрид Савенко. Для многих хозяйств на протяжении уже многих лет это является чуть ли не единственным гибридом, который дает возможность в условиях ограничения вегетации получать высокий потенциал урожайности, при этом что нравится хозяйствам, что этот гибрид экстенсивный, то есть он не требует большого количества питания, то есть вот этот гибрид, который идет как раз-таки, либо это участки в разработку запускаются, да, то есть вот под Савенко отдают вот эти вот. И если посмотреть по урожайности, да, этот гибрид смог конкурировать с гибридами средней группы спелости, которые находились в опыте, да, вот только Оренбург, Саракташский район, это наш полевой город в Оренбургской области, где понятно, что гибриды Купава, Ласкала, Конди, да, то есть более поздняя группа спелости, она сформировала больше потенциал, соответственно, Савенко, она выполнила свою задачу, но при этом мы понимаем, что более потенциальная генетика, она имеет выше урожайности, соответственно. Если так посмотреть, то в 95% опытов урожайности либо была выше средней по опыту, либо на уровне данного опыта. Очень был приятно, удивлен уже на протяжении многих-многих лет, да, мы видим гибрид Рокки, и гибрид отличается очень высокой урожайностью в ранней группе спелости. Очень часто мы даже сталкивались с тем, что гибрид может конкурировать с гибридами из средней спелой группы, и для меня, когда я сводил цифры по данным, по опытам, да, я увидел, что гибрид Рокки, он является таким вот эталоном, да, крепышом по урожайности именно в раннем сегменте. И сколько бы сейчас не выходило каких-то новых гибридов от компаний-конкурентов, вот этот сегмент, он остается, ну, наверное, очень тяжело преодолимым. То есть вот этот потенциал, который сформировал и заложил наш селекционер, который его выводил, да, он на многие года является такой для кого-то даже непреодолимой планкой, да, то есть и, соответственно, Рокки в очередной сезон показывает высокие результаты, причем мы знаем с вами хорошо по Рокке, что это не только потенциал урожайности, но это еще и высокая масличность, да, и вот эта вот пластичность его, стрессоустойчивость, она в этом году, конечно, отыграла и сформировала высокие урожайности. Следующий гибрид для территории, которая испытывает проблемы с засухой, заразихой, высокими температурами во время цветения, при этом технология не подразумевает высокой интенсификации, да, это гибрид Алькантара, это новинка в нашем портфеле, да, то есть мы его зарегистрировали два года назад, но по объективным причинам не могли увеличить количество производства семян по данному гибриду. Сейчас этот вопрос решен, и в этом сезоне мы уже имеем достаточное количество данного гибрида. Это понятно, что спрос, конечно, очень высокий еще остается, потому что гибрид достойный. Вы видите, это по результатам урожайности, как по территории Волгоград-Саратов, да, то есть мы видим с вами потенциал урожайности, который фактически у нас от 20 до 50 центнеров с гектара, да, варьирует, да, то есть мы видим превышение по урожайности. Так мы с вами видим и в территориях Оренбург, Татарстан, Самара, что урожайность данного гибрида значительно превышает в многих опытах, среднюю по урожайность по опыту, да, и, в принципе, очень достойно себя показывает. То есть по алькантарии еще как бы очень хорошее свойство, это, конечно же, его масличность. Масличность составляет до 52 процентов. И в этом сезоне мы проводили исследование. Для меня, конечно, было приятным, да, удивлением, когда мы видим 51-52 процента масличности по данному гибриду, хотя изначально мы говорили о масличности 50-51 процент, да, то есть как бы, ну, этот гибрид, я считаю, что еще себя раскроет дополнительно. Вот опыт, который был на территории Саратовской области, Самойловский район, СПК Преображенский, да, то есть здесь было, участвовало 4 гибрида, мы вынесли, вот смотрите, это гибрид Арка, Честер, Алькантара и конкурент, который зашифровован под конкурент 6, да. Помимо того, что Алькантара, Честер, Тамарка превзошли конкурента по урожайности, да, может быть, с Честером это цифры одного порядка, но при этом посмотрите разбежка по масличности, да, то есть 52 процента на Арка, 52 Честер, 51,4 это Алькантара и 47,7 процента масличности на конкуренте номер 6. Соответственно, помимо того, что вы получаете урожайность, да, то есть вы еще и получаете высокую масличность. Следующий получается гибрид, который имеет больше потенциал, чем предыдущие за счет группы спелости, за счет интенсивности, за счет устойчивости к многим болезням и заразихи, это гибрид Купава. Он уже, наверное, широко известен на рынке, и мы с вами видим, что гибрид может работать как на урожайностях до 20-25 центнеров с гектара, так и мы видим, что гибрид шикарно себя показывает на урожайности уже превышающих 40 центнеров с гектара, да, то есть и многие хозяйства полюбили этот гибрид за счет его стабильности урожайности в хозяйствах. Более экстенсивная и более засушливая, можно сказать, версия Купавы, это гибрид Ласкала. Мы видим, что гибрид спокойно работает как на потенциалах, там, где есть ограничения, так и на высоких потенциалах урожайности. Мы видим, что и Самарская, и Оренбургская, и Волгоградская область урожайность по гибриду Ласкала превышала среднюю урожайность по опыту. Следующий блок гибридов для производственной системы Клеофилд в нашем портфеле представлены пятью гибридами, да, то есть я хотел, конечно, начать, наверное, с топовых и с тех, которые наиболее обсуждаемы. Первый гибрид – это гибрид Фортимми, гибрид, который в нашем портфеле в Клеофилд-сегменте, он имеет самую высокую устойчивость к медозаленоновой группе, то есть у него фитотоксичность меньше проявляется при обработке. Если говорить о положительных свойствах, это, конечно же, масличность этого гибрида высокая, это стабильность, и в большинстве опытов мы видели, что данный гибрид имеет преимущество по потенциалу урожайности, и очень часто бывало, что даже в хозяйствах этот гибрид формировал выше урожайность, чем Неома, Эксперта и так далее. То есть те гибриды, которые, получается, имеют больше потенциал изначально, чем гибрид Фортимми. Вот такая вот ситуация. Хозяйство любит этот гибрид за раннеспелость, за урожайность, за стабильность, за масличность. Поэтому мы видим, что и по результатам сезона средняя урожайность по опытам ниже, чем показатели урожайности гибрида Фортимми. Следующий гибрид – экстенсивная версия раннего гибрида, то есть это гибрид Тристан, и мы с вами видим, что многие хозяйства, которые умеют и понимают гибрид Тристан, сейчас все увеличивает, увеличивает его площадь. Это связано, конечно же, с ранней группой спелости, с его экстенсивностью, с масличностью, урожайностью. Да, конечно, те хозяйства, которые пришли к такому, что получают высокую урожайность на НИОМе, на Эксперта, конечно же, уже под Тристан, если отдаются площади, то площади отдаются уже те, которые находятся в неудобьях. То есть какие-то участки, где низины, пески, либо наоборот, суглинки, то есть более тяжелая почва. И Тристан как раз в жестких условиях себя сильнее и раскрывает. Я его называю такой вездеход. Следующий гибрид, который в этом сезоне, я считаю, себя достойно раскрыл, это связано было с тем, что этот сезон был засушливый, стрессовый. Это гибрид Санай. И по Санаю мы имеем очень огромное количество именно отзывов из производства. Мы уже, если вы видите, мы сокращаем количество опытов по гибриду Санай, я имею в виду в демонстрационных участках, потому что все больше и больше выходит гибридов новинок. Но, тем не менее, для засушливых, для экстенсивных территорий, в тот же Саратовской территории, Волгоградской территории, Самары, Оренбурга, для многих хозяйств это является эталонным гибридом именно в производственной системе Клеофил, потому что это и засуха, и урожайность, и еще и масличность. Следующий гибрид, это гибрид Неома, наиболее, наверное, известный гибрид на рынке. И фактически мы имеем реализацию этого гибрида, наверное, номер один и в нашем портфеле. Сейчас, конечно, начинают уже конкурировать такие гибриды, как Фортиме, Сумико в портфеле. Поэтому мы видим, что Неома из года в год подтверждает свою стабильность, интенсивность, да, и формирует высокую урожайность, несмотря на года, какие бы они там ни были. Благоприятные, значит, формируется урожайность высокая. Неблагоприятные, да, то есть мы видим урожайность там 20, 25, 30 центов с гектара, но при этом эта урожайность выше, чем средняя урожайность по опыту. Это мы видели с вами результаты по территории Волгоград и Саратов, да, то есть мы видим такая же ситуация у нас и по территориям, где есть, конечно же, больше ограничений по вегетационному периоду. Вот пример из хозяйства, о чем здесь как бы сравнить и что я хотел сказать, да, то есть вот есть Неома, урожайность в Марксовском районе составила 25,7 центнера с гектара. При этом мы видим гибриды конкурентов, которые зашифрованы под номером 3, номером 2 и номером 8, да, то есть если посмотреть на данные гибриды, что мы с вами видим, да, то есть если посмотреть на номер 3 и на номер 2, во-первых, гибриды сформировали ниже урожайность. По влажности, в принципе, они были идентичны, да, гибриды Неома, но масло, вы видите, да, то есть мы даже с вами по некоторым мезам не пролазим даже в стандарт, да, то есть как бы вот в эту планку. Так это наши честные показания, которые есть непосредственно на заводах, и то есть пока завод сейчас не зареинтересован. То есть если мы сейчас повезем этот подсолнечник, то, скорее всего, там будет уже 45% масличности. То есть это один момент. Другой момент. Есть гибриды, которые имеют позднюю группу спелости, то есть и теоретически больше потенциал, но при этом мы видим, да, потенциал по сравнению с Неомой чуть-чуть меньше у конкурента номер 8. По масличности могу сказать, что неплохо себя показал, но при этом смотрим с вами на влажность. То есть если сделать вывод, да, из этого слайда, если вы хотите высокий потенциал урожайности, который будет равен, получается, урожайности и масличности гибридов с поздней группой спелости, которые и так должны иметь высокий потенциал, при этом вы хотите их убирать вовремя, то это гибриды компании Сингента, да, и вот гибрид Неома, это как раз-таки пример, да, того, что так можно с помощью одного гибрида составить несоставимое, да, то есть иметь и высокий потенциал, и масличности, при этом еще и не иметь позднюю группу спелости. Следующий гибрид, который имеет высокое содержание алиновой кислоты, это же, конечно же, гибрид СиЭксперта, высокоинтенсивный гибрид, и мы видим, что сейчас, конечно, с высоколиновым подсолнечником есть как бы такой не более, не какой-то раздрай, да, то есть те территории, которые прилегают к заводам, к МЭЗам, да, то есть перерабатывающие промышленности, где есть потребность высоколиновым подсолнечникам, и здесь формируется довольно хорошая премия, и 2 рубля, и 3 рубля формируются дополнительно к семенам обычного линолевого подсолнечника. Если же мы начинаем говорить о территориях, которые удалены от заводов, то уже идет разговор такой, что либо эта цена алиного равна линолевому, либо эта премия составляет, ну, очень небольшой процент, да, там 50 копеек, 60 копеек, там, и так далее, и тогда хозяйство не совсем понимает весь выход от возделывания высоколинового подсолнечника. Хотя по факту, по факту, если говорить о высоколиновом подсолнечнике, кроме того, как как-то удалить вот эти участки, где ты возделаешь высоколиновый подсолнечник, и хорошо зачистить посевную, уборочную технику, по факту от нас не требуется каких-то супер-пупер сложных движений в плане возделывания этих гибридов, да, то есть вот два фактора, это удаление от линолевого подсолнечника участков и зачистка посевной и уборочной техники. Переходим к новому направлению гибридов для производственной системы Клеофилд Плюс. Это гибриды, которые имеют ген устойчивости Сиалаш Плюс, да, то есть они отличаются от производственной системы Клеофилд тем, что используются разные гены, гены отличаются в плане устойчивости, у гена Сиалаш Плюс нет вот этого негативного фактора, который есть у гена Эмиссан, это поддавливание масличности, соответственно, гибриды для производственной системы Клеофилд Плюс имеют высокую масличность, как правило, компаниями отбираются наиболее лучшие удачные гибриды, которые имеют потенциал урожайности высокий, и, соответственно, мы видим, что Клеофилд Плюс – это вообще такой растущий сегмент, который мы, мое мнение, пока не недооцениваем. Если касательно первого гибрида, ласково называют ее розеточка, да, вот это гибрид, который имеет и устойчивость к высоким температурам, и пластичность, надежность. В этом гибриде сочетание идет двойного контроля за российскими за счет двух направлений – это за счет генетики, и второй момент – это контроль заразихи с помощью химического контроля, это непосредственно с помощью гербицида для производственной системы Клеофилд Плюс. И вот это, я считаю, год был наиболее лучший для раскрытия вот такой генетики, потому что были жаркие условия, были стрессовые условия, и вот пластичность этого гибрида и все вот эти факторы, которые сочетаются в нем, они дали возможность розетте наиболее лучше раскрыться. И мы, анализируя данные по территории Российской Федерации, мы видим, что этот гибрид на голову превосходит существующий материал в этом, получается, сегменте по группе спелости, по интенсивности. То есть, ну вот если схожие гибриды сравнивать, то на голову. И вы видите, сразу это коррелирует в цифрах, которые указывают среднюю урожайность по опыту. Хоть возьми Волгоградскую территорию, Саратовскую территорию, хоть возьми Самару, Башкортостан, Татарстан, Оренбург. Мы видим везде, что гибрид розетта наиболее хорошо себя раскрыла в этом сезоне. То есть, и это как раз-таки показывает высокую адаптивность генетики современной, которую селекционеры компании Сингенты отбирают. Вот мы сделали еще одну вырезку по масс-личности. То есть, мы многом могли опытов всяких привести, но те, которые еще заключаются еще и в получении результатов по масс-личности, они наиболее качественно отражают ситуацию. Был гибрид розетта, был конкурент, зашифрованный под цифрами 5, конкурент под цифрой 4, конкурент под номер 2 и 3. То есть, конкуренты 4 и 5 – это одной компании. И вы сразу, наверное, заметили, что здесь мы видим просадку по масс-личности, но в том числе и видим просадку по урожайности. При этом, я считаю, что влажность маслосемянок, хотя здесь и была сделана десекация, влажность маслосемянок, в принципе, она достаточная для того, чтобы проводить уборочную кампанию. И два гибрида, которые относятся, это гибрид конкурента номер 2, номер 3, это гибриды, которые имеют и шутят хозяйство между собой средне-новогодняя группа спелости. То есть, это гибриды, которые имеют более высокий потенциал изначально, то есть, по группе спелости, но если посмотреть по урожайности, вы видите, что есть вопросы, конечно, по урожайности для такого гибрида. И другой вопрос. 15-18% уборочной влажности – это, конечно же, автоматически либо сушка, либо это реализация по тем ценам, которые есть. То есть, это не совсем корректно будет. Ну и, конечно же, это вопрос по масс-личности. Поэтому, если вы хотите гибрид, который будет вам удобен в возделывании, получении урожайности, прогнозируемой по влажности, с высоким содержанием масла, то, конечно же, это гибрид компании Сингент, это гибрид Розетта. Новый гибрид, который, к сожалению, не был представлен в демонстрационных участках, это вы видите результаты наших R&D-площадок. То есть, это было связано с тем, что очень поздно мы получили регистрацию на данный гибрид. Это гибрид Дункан. Это гибрид, который имеет умеренно интенсивный тип. То есть, это гибрид, который может работать по территории Российской Федерации в большинстве зонах. Я могу назвать это своего рода неома для производственной системы Клеофилд Плюс. То есть, это вот такой вот вездеходик, который будет работать по всей территории. И мы видим, что с вами, что в Самаре, что в Волгограде, что в Татарстане, в Саратове, в Волгограде. То есть, везде этот гибрид может работать и превышает среднюю урожайность по опыту. То есть, в этом гибриде есть сочетание стабильности, заразихоустойчивости. То есть, устойчивость уже к заразихе последним расам. Плюс мы имеем возможность доконтролировать заразиху с помощью химического контроля. То есть, вот это сочетание очень довольно хорошо в этом гибриде имеет место. И данный гибрид еще отличается довольно высокой масличностью. В северных территориях, что мы обратили внимание по данному гибриду, то есть, в локациях Нурла и так далее, мы увидели, что этот гибрид, несмотря на то, что он по нашей спецификации относится к гибридам средней спелой группы, но я его не могу отнести к гибридам средней спелой группы. Это гибрид средней ранней группы спелости. То есть, у него замечено, что от движения в более северные территории у него нет затяжки по вегетации, и он начинает работать как средней ранней гибрид. Поэтому в дальнейшем мы изучим более подробно вот этот показатель. Скорее всего, не исключено, что и в коммуникации, и в каталогах, и в брошюрах мы, может быть, поменяем даже группу спелости по данному гибриду, потому что вот этот факт, конечно, отражен в данном гибриде. Гибрид средней спелой группы, то есть, это гибрид, который позже, чем Дункан, это гибрид Катана. Катана мне очень понравилась на участках, где были все-таки интенсивные условия, и это, конечно, связано с его интенсивностью. То есть, если хозяйство заточено на получении высокой урожайности, этот гибрид с лихвой дает вот это превышение по урожайности по сравнению со средней по опыту. То есть, это, можно сказать, улучшенный Бакарди, то есть, за счет двойного контроля к заразихе. То есть, вот эта вот интенсивность и высокая урожайность дает возможности ему реализовываться и в Воронежской, и в Волгоградской, и в Саратовской территории. И есть довольно неплохие данные у нас и по Самарской, Оренбургской, и Республике Татарстан. То есть, в большинстве территорий гибрид, я же говорю, показывает довольно шикарные результаты. И так же, как и гибриды Розетта, Дункан, Катана, имеют устойчивость к корресивным расам заразихи. Гибрид, который я называю рекордсмен, то есть, по данному гибриду, наверное, зафиксирована максимальная урожайность, то есть, это 64-67 центнеров с гитарой, это то, что мы получали на небольших участках. И этот гибрид отличается, вот Кирилл вначале говорил, что с одной стороны, это были гибриды, которые засухоустойчивые, а с другой стороны, выделились гибриды, которые пластичные. И вот как раз-таки пластичный и стабильный гибрид, это, конечно же, гибрид Бакарди. И мы видим с вами, что по территории Волгоградской, Саратовской территории идет преимущество урожайности по сравнению со средней по опыту, так и в территориях, имеющие ограничения по вегетации. Здесь еще большее превышение по среднему по опыту. То это дает возможности, конечно, гибриду работать практически на всей территории Российской Федерации. Вот еще один пример из хозяйства, которое я сегодня показывал. Наше дело, Марксовский район. То есть, здесь несколько гибридов. Я вам показывал розету. Теперь здесь еще гибрид, который находится в сегменте у компании-конкурента, зашифрон по номерам 1. Неому мы оставили для стандарта, для того, чтобы посмотреть, что очень часто бывает. Конкурент под номером 4, конкурент под номером 4, 2 и 3. Ну и опять же, конкурент 1, 4 и 5 относится к одной семенной компании. И мы видим здесь с вами, то есть, конкурент 1. То есть, разница между Бакарди и данными гибридами составляет от 4, ну где-то до минимума 3 центня с гектара. При этом, если говорить, один гибрид показал довольно, можно сказать, чуть-чуть ниже, да, то есть, на 1,5-2% ниже масличность. Ну, в принципе, выше стандартов. А большая часть гибридов показывает низкую масличность. И опять же, переносимся на гибриды, которые средне-новогодние, да, то есть, это гибриды, которые имели на момент уборки 15-18% влажности, да, то есть, у них чуть-чуть было лучше по урожайности по сравнению с конкурентами из этой группы семенной компании. Чуть, может быть, лучше было у конкурента номер 2 по масличности по сравнению с остальными. А конкурент номер 3 от данной компании отличался еще и низкой масличностью. Поэтому обращайте, когда учитывать, обращайте на все внимание. Самый быстро растущий сегмент это сульфа, да, и сейчас мы видим, что на территории региона по Волжье все быстрее и быстрее идет развитие данного сегмента и требует раннюю группу спелости. Компания Сингента в этом году вывела раннюю группу спелости под сегмент сульфа. Это гибрид Суматра, который отличается не только раннеспелостью, но и устойчивостью к новым расам заразихи. Это стрессоустойчивый гибрид. И, в принципе, вы видите, да, опытов, может быть, не так много было в этом сезоне, но по Волгоградской, по Саратовской территории, да, мы видим, что урожайность довольно высока, и он мог конкурировать даже с гибридами среднеспелой группы спелости, которые были в опытах в этих демонстрационных участках. То же самое ситуация и по Самарской территории, по Республике Татарстан, Оренбург, Республика Башкортостан, да, то есть мы с вами видим, что здесь именно есть превышение по среднему опыту, да, то есть и гибрид достойно себя реализовал. Следующий гибрид – гибрид жаростойкий, заразихоустойчивый. Мне очень импонирует его профиль. Это связано с тем, что в этом сезоне он, наверное, наиболее лучше себя раскрывал, вот в стрессовых условиях. Это гибрид, конечно же, Сузука. И я видел много хозяйств, которые сравнивали его, ну, можно сказать, со стандартом. Я бы не назвал этот гибрид стандартом по техническим, но со стороны рынка и по объему продаж, конечно, мы должны говорить, что это были стандарты, да. И видел, что гибрид из более ранней группы спелости на голову начинает превосходить гибриды, которые находятся в более поздней группе спелости. И просто длительный период является неким таким стандартом именно по технологии. Очень шикарно себя показывает гибрид еще не только по урожайности, но и по масличности. Вот, и мы видим это с вами по основным точкам, где нет ограничений по вегетации этого Волгограда и Саратовской территории. Вот, и, в принципе, довольно высокие показатели урожайности по сравнению с средним по опыту и в территориях, где есть ограничения по вегетации. Если говорить о высокоинтенсивном типе, то есть там, где нам нужен более высокий потенциал, чем Суматра, чем Сузука, хотя в многих опытах Сузука, я же говорю, конкурировала не только с гибридами стандартными, но и конкурировала в том числе и с гибридом Сумика. То для вот этих вот территорий, там, где нужен потенциал более высокий, это гибрид, конечно, Сумика себя реализует и показывает не только высокую урожайность, но и масличность. И в нашем портфеле до выхода Честера это был гибрид номер один именно по содержанию масла. И мы видели данные по масличности 52 и 53 процента масличности. То есть гибрид довольно стабильный, и мне отрадно видеть не только демонстрационные участки, но и как сейчас идет сбор информации по производственным участкам, когда ребята говорят о том, что закрывается по данному гибриду 30-35 центнеров в среднем по хозяйству. Даже в каких-то территориях 25, например, считают это высокими показателями, потому что все остальные гибриды сыпят от 18 до 20 центнеров с гектара. То есть вот эти вот превышения 7-5 центнеров с гектара, они дают, конечно, возможность Сумика являться таким вот эталоном по потенциалу, по пластичности именно в сегменте сульфа. У меня по подсолнечнику все. Мы как сделаем? У нас какие-то вопросы накопились или... Ну, это мы можем в этом. И потом тогда вопросы озвучить уже после сессии Павла. Вань, здесь буквально несколько вопросов, да, которые мы ответили. Давай, может быть, их сейчас пройдем, Паш, как-то смотри. И, кстати, мне мы почему-то тебя, Паш, не слышим. Как-то так себе. Можешь что-нибудь сказать? Прием, прием. О, отлично. Все, супер. Вань, смотри, Евгений Власов задает вопрос, будет ли в продаже Каптора Плюс. Расскажи немножко про судьбу. Каптора Плюс получила регистрацию еще, если я не ошибаюсь, в апреле месяце 2020 года. И сейчас там решается вопрос по срокам поставки, да. И я хотел сказать, что у нас не только Каптора Плюс появляется в портфеле, но и препарат Листега ПРО. Такое решение будет для хозяйств, которые боятся последействия, которое больше, конечно, идет именно от имазапира, входящего в состав гербицидов производственной системы Клеофилд Плюс. То есть, поэтому более детально, я думаю, можно уточнить непосредственно у вашего менеджера по поставкам и по планируемым срокам доставки гербицида непосредственно на территорию, на которой вы находитесь. И там еще один вопрос был такой по Честеру от Оксаны Борисенко. С чем связан двукратный рост урожайности у Честера в Балтайском пункте испытания? Я так предполагаю, это было с чем-то сравнение. Вань, можешь? Я сейчас открою, но я не буду этот, я открою просто Честер, Балтайский район, здесь нет разницы, я могу расшарить. Да, вот Паша, по-моему, сейчас смотрит, можно назад откатиться. Может быть, мы вопрос не поняли, Оксан? Я потому что отвечал, что большая разница может быть в связи с поражением Заразихи, но мне кажется, это не то. Нет, мне кажется, Балтайский район, разница здесь по сравнению со средними гибридами, которые были в опыте, я говорил о том, что здесь были гибриды Купава, Ласкала, Эдисон, который имеет больше потенциал. И вот эту, конечно, дельту за счет даже суперадаптивности, суперустойчивости мы с вами не реализуем, потому что все равно есть все-таки законы биологии, что чем более поздняя группа спелости, тем выше потенциал по урожайности. То есть, просто другой вопрос, когда складываются условия, ограничивающие этот потенциал, и не всегда мы можем это получить, поэтому я считаю, что... Вот немножко был о другом, почему в Балтайском районе... А, все, все, все. Смотрите, да-да-да, спасибо, Паш, ты прав. Почему урожайность у нас 25 везде идет, а потом сразу у нас 50 центнеров с гектара. Балтайский район Саратовской области – это хозяйство, я думаю, ну не секрет, это хозяйство Худошина, Дмитрия, где хозяйство именно вкладывается в технологию, подходит именно к выбору почвенных гербицидов, подкормки, применение фунгицидов. Я говорю, именно это опыт был, который заложен на интенсивной зоне. И хорошо, что такой опыт здесь присутствует, который показывает, что потенциал современных гибридов даже в условиях по Волжье может быть реализован и в 50 центнеров с гектара. А то, что в других территориях мы видим с вами среднюю по урожайности, то я бы сравнивал бы, наверное, не, например, там Михайловский или Новоанинский район с Балтайским районом, а именно сравнивал именно гибрид со средней урожайностью по сегменту. Здесь, наверное, будет более правильно это сказать, потому что сравнивать то же самое, я не знаю, как сравнивать какие-то засушливые территории Волгоградской области, сравнивать с Балтайским районом. Это не совсем корректно будет. То есть есть ограничения по потенциалу в этих территориях. Окей, Вань. И там также Оксана указала, посмотри, пожалуйста, в Бакарде там масличка где-то не была проставлена, но это на будущее уже. Здесь, я думаю, просто такое замечание. Мы все читаем, мы все видим, ребят. И Евгений Тимофеев задает вопрос. Подскажите, какой гибрид подходит для песчаных почв в Оренбургской области? Еще, наверное, стоит очень классика, какой сегмент. Вопрос, смотрите, что значит не проставлена по Бакарде масличность? По конкуренту четвертому. А, по конкуренту четвертому этот гибрид не отбирался по масличности, поэтому я говорю здесь только за урожайность и за содержание и влажность маслосемян. Но в целом по Бакарде и в целом по пониманию генетики компании Сингента, то есть вы видите, при влажности маслосемян 6-7%, как это было в этих опытах, мы потенциал имеем гибридов, которые и 18-20% влажности на момент уборки имеют. При этом масло очень высокое. То есть вот это все вкупе соединить, чтобы и ранняя группа спелости, и высокая масличность, и при этом мы не уходили с вами в кислотный подсолнечник, да, вот это как раз таки в генетике компании Сингента оно и реализовано. По поводу засушливых зон, я не... Песчаные почвы, ну, что, собственно, пересекает, скорее всего, с засухой. Но вопрос по песчаным почвам будет, конечно, связан и с выбором технологий, которые вы можете здесь... В этот момент это, наверное, будет связан больше не с подбором гибридов, однозначно это будет подбор засухоустойчивых гибридов, но еще и будет связан с генетикой, которая имеет возможность стартовать на начальном этапе очень быстро, пока влага есть, да, то есть и очень быстро реагировать и восстанавливаться после засушливых каких-то, получается, периодов. Поэтому здесь, наверное, нужно будет, конечно, спросить у коллеги, какая технология ему, но из нашего портфеля я бы из классики предложил такие гибриды, как Alcantara, Chester, Arca, да, то есть это мы говорим о классике. Если говорим о сульфа-сегменте, то я бы, конечно, здесь говорил бы о Suzuki, а если мы говорим о технологии производственной системы Cleofield+, то, конечно же, я бы рекомендовал Rosetta для данных территории, да, то есть вот в этом отношении. Окей. Ну что, против вопросов нет, ребят, больше? Даем. То есть коллеги, кто на линии, уважаемые клиенты, пишите вопросы, даже если это будет по подсолнечнику, все равно вернемся, обсудим в конце презентации. Ну что ж, мы продолжаем. С вами Павел Лыченко, портфолио-менеджер по гибридам кукурузы компании Syngenta. И поговорим о кукурузе. Конечно, культура не такая большая по площади, как, например, подсолнечник в Поволжье, но не самое последнее по значимости. Итак, немножко слов о портфеле компании Syngenta. У Syngenta достаточно обширный портфель, который позволяет практически любому сельхозтоваропроизводителю подобрать гибрид конкретно для каждого его поля. Начиная от самых раннеспелых гибридов, практически самыми поздними у нас есть, что вам предложить. И, естественно, мы будем много говорить о раннеспелых гибридах и частично затронем гибриды бренда Artesian. Как вы заметили, кстати, у нас некоторые гибриды объединены в бренды, как, например, в бренда Artesian входит 4 гибрида. На сегодняшний день это Phenomen Fartaga, Sychorintos и C-Premio. Бренд PowerCell – это гибриды кукурузы, специально предназначены для выращивания высококачественного силоса. Это Unitop и Cardone на сегодняшний день. И бренд PowerGrain – это суперинтенсивные гибриды с очень быстрой влагоотдачей. Сегодня это Marimba, Ariosa и Photon – три гибриды. И давайте поговорим о первом гибриде, нашем самом раннеспелом интенсивном гибриде. Это Sea Talisman FAU-180. Его характерные особенности – это практически всегда заполненная верхушка початка и белый стержень, что достаточно ценится среди тех, кто возделал кукурузу на крупу. Сколько Sea Talisman – это интенсивный гибрид, то его три ключевых особенности. Во-первых, отличная отзывчивость на повышенный фон минерального питания, что свойственно большинству интенсивных гибридов. Sea Talisman – это гибрид двойного назначения, поэтому его можно возделать на зерно, на силос, на карнаж. И если возделим его на силос, то здесь уже можно говорить о более высоком коэффициенте переваримости силосной массы, в отличие от других гибридов. Ну и, как я уже говорил, этот гибрид идеально подходит для производства крупы. Если обратимся к результатам этого года, как показал себя Sea Talisman в Поволжье, на этом графике мы дополнили еще результаты по влажности. Вот эти точки означают влажность гибрида, о котором мы говорим. Синий ромбик и желтый кружочек – это средняя влажность по опыту. И неудивительно, конечно, что в условиях стресса, там, где урожайность на уровне 4, 5, 6 тонн с гектара, Sea Talisman будет на уровне стандартов. Но при этом, когда мы идем в более интенсивные зоны, там, где урожайность более 7-8 тонн с гектара, там талисман показывает уверенный отрыв от стандартов. И талисман как раз подойдет тем, у кого урожайность целевая – более 7 тонн зерна с гектара. Идем дальше. Sea Ratanga – это гибрид умеренно интенсивного типа, можно сказать, промежуточный тип интенсивности. Его характерные особенности – это отличная адаптированность к раннему севу, что очень важно для таких гибридов. Это быстрый старт и раннее развитие. Гибрид отлично набирает массу листа стебельную на ранних этапах. И благодаря эректоидному расположению листьев он, в принципе, способен выдерживать загущение, что позволяет тем, кто использует более высокие густоты у себя, как раз получать большую урожайность за счет такой повышенной густоты. Ну, естественно, стоит помнить, что когда вы повышаете густоту, нужно вкладываться еще и в удобрения, чтобы обеспечить питанием эту увеличившуюся массу растений. Также гибрид сиротанга – это гибрид двойного назначения. Можно возделать и на зерно, и на силос, но также и карнаж. И если мы посмотрим на результаты, то ротанга, как гибрид с хорошей адаптивностью, показал себя отлично и в достаточно стрессовых зонах, где уровень урожайности 4-4,5 тонны был. Но, как интересно, и в интенсивных зонах, где урожайность более 6 тонн, там ротанга также показывает отрыв от стандартов. И тут еще стоит обратить внимание, что ротанга показывает также и меньшую уборочную влажность. Соответственно, это говорит о его лучшей влагоотдаче по сравнению со стандартами. Поскольку сиротанга относительно, например, гибрид ситалисман менее интенсивный, здесь целевая урожайность более 5 тонн с гектара. То есть мы можем возделать этот гибрид на более бедных почвах, может быть, там, где у нас поля только зашли в сливы оборот, то есть на менее оккультурных полях. Этот гибрид подойдет как раз для таких зон. Наш следующий раннеспелый гибрид Си Теллиас. И это поистину боец, как сказал один мой коллега. Обратите внимание на размеры початка и характерное зерно. Здесь примерно 2-3 зерна в початке уже зубовидные. И только верхушка будет оставаться кремнистой. Соответственно, этот гибрид будет показывать лучшую влагоотдачу относительно гибридов из этой группы спелости. Си Теллиас – это гибрид с потрясающей адаптивностью к разным климатическим условиям. Он подходит к любым технологиям возделывания. Будь то классика, минимальная обработка почвы, ноутил, стриктил, все что угодно. Этот гибрид позволит получить вам зерно практически в любых условиях. И если говорить о пригодности к разным срокам сева, то здесь будут и ранние сроки сева, и поздние, и даже оптимальные. Этот гибрид выдержит все. Если говорить о результатах этого сезона, то мы тут добавили и более стрессовые зоны. Как видите, да, Саракарский район Оренбургской области, где уровень урожайности в опытах был ниже 4 тонн. И там Теллиас показал себя с лучшей стороны. И что интересно, в самых интенсивных условиях, например, в Мадырском районе Татарстана, мы видим, что этот гибрид показал в этом году рекордный для Поволжья результат 117 центнеров с гектара. И, насколько я помню, это хозяйство протпрограмма. Поздравляю их с этим результатом. И, как я уже говорил, мы видим, что у гибрида Сителлиас влагоотдача на хорошем уровне практически в большинстве случаев он был суше, чем стандарты в опытах. И Сителлиас, как итог, гибрид вездеход по сути своей. И его целевая урожайность более 4 тонн с гектара. Стоит, кстати, сказать, что на самом деле потенциал гибридов современных, он начинает раскрываться от уровня урожайности где-то 4 тонны с гектара зерна, естественно. И до этого уровня очень сложно поймать вот эту разницу между гибридами и генетическую разницу. Хотя понятно, что есть гибриды, например, более стрессоустойчивые, которые там на уровне 2-3 тонны будут показывать некое преимущество над другими гибридами. Но фактически потенциал гибридов мы будем ощущать и видеть в поле, если уровень урожайности, более 4 тонн зерна с гектара. Идем дальше. Наш бренд Артезиан. Это инновационные гибриды кукурузы, которые эффективно используют влагу. Ключевое слово здесь – влагу, потому что если нет влаги, то использовать нечего. Соответственно, в тотальной засухе не вырастет никакой гибрид. Покупально одной картинкой, как выглядит эффект Артезиан в поле. Там, где условия у нас будут благоприятные, то есть где достаточно влаги, питания и так далее, гибриды Артезиан будут на уровне хороших интенсивных гибридов. Они не будут там супер-пупер по урожайности, хотя и это тоже встречается. Но при этом, когда наступает дефицит влаги, мы увидим, что интенсивные гибриды, конечно же, будут по урожайности проседать. А вот у гибридов Артезиан в данном случае будет преимущество по урожайности. Они вам сохранят иногда 10-15% урожая в стрессе относительно интенсивных гибридов. То есть можно сказать, что гибриды Артезиан имеют такую встроенную страховку от засухи. И наш первый гибрид этого бренда, C-феномен, на сегодняшний день самый популярный гибрид Сингенты в России, по-прежнему завоевывает новые рынки, новые сердца. Этот гибрид на самом деле уникальный, наблюдая его уже 8 лет в различных опытах, каждый год интересные особенности у него выявляются. Да, это гибрид с очень быстрой влагоотдачей в предуборочный период. В большинстве случаев перед уборкой это будет один из самых сухих гибридов у вас в поле. Конечно, если мы идем в сторону северных широт, например, там где-то север Татарстана или Башкирии, там феномен, это уже, наверное, край географии для него. Но если мы говорим о нормальных условиях, например, Самарская область, Саратовская, Волгоградская, здесь феномен показывает очень быструю влагоотдачу. Как и у всех гибридов бренда Ортезиан, у него отличная засуха и жаростойкость за счет эффективного использования влаги. Ну и, в принципе, одна из интересных особенностей – феномен устойчив к прикорневому полеганию. Я не помню случаев, чтобы феномен полегал за последние несколько лет где-либо у нас в стране. Если посмотрим на результаты в этом году, что мы видим? В стрессовых условиях, ну, 4 тонны – это, в принципе, стресс. Были, конечно же, результаты, где уровень урожайности опускался до полутора, до двух тонн с гектара. Ну, поверьте, на таком уровне урожайности гибриды уже выравниваются по своему производственному потенциалу. Итак, феномен в стрессе показал хороший результат. И в умеренно-интенсивных условиях, там, где уровень урожайности 6-7 тонн, показывает хороший отрыв от стандартов. Но и в интенсивных условиях, что на самом деле не очень характерно для таких гибридов, этот гибрид показывает хороший отрыв от стандартных гибридов. При этом добавляем сюда отличнейшую влагодачу. Видите, насколько он суше, чем стандарты в практически каждой точке представленных опытов. Как под итог, феномен – это гибрид с широкой географической адаптацией. Подойдет для большинства стрессовых зон и с целевой урожайностью более 4 тонн зерна в гектарах. Идем дальше. Сифартага – это наш самый стрессоустойчивый гибрид на сегодняшний день в портфеле Сингенты. Характерная его особенность – вот такая вот заполненная верхушка початка в любых условиях, будь то благоприятные или стрессовые. Он не отличается размерами початка, но при этом на каждом растении будет вот этот стандартный початок, что, собственно, и позволяет получать с этим гибридом и в стрессовых условиях отличную урожайность. Также этот гибрид, несмотря на V250, отличается быстрым стартом и хорошими темпами на ранних этапах вегетации. И, как я уже говорил, да, это повышенная засухоустойчивость. Если мы посмотрим на результаты этого сезона. В жесткой засухе Волгоградской области, там, где уровень урожайности ниже 3,5 тонн, фартага, как мы видим, показывает хороший отрыв от стандартов. И при этом в интенсивных условиях Саратовской и Самарской области, там, где уже включаем орошение, скажем так, этот гибрид также показывает хороший отрыв от стандартов. Это гибрид с повышенной стрессоустойчивостью, надежный и подходит для достаточно широкого диапазона агроклиматических условий. И здесь мы уже смело говорим, что его целевая урожайность более 3 тонн зерна с гектара. Его потенциал это примерно 16-17 тонн зерна с гектара. То, что мы получали в наших опытах. Да, с этим гибридом можно достичь никакой урожайности. Но при этом его стрессоустойчивость – это его конек. Двигаемся дальше. Сичуринтас. И это уже фау-290. Конечно же, с таким фау мы уже больше говорим про Волгоградскую и Саратовскую область. Скорее, орошение даже. Потому что на орошении в большинстве случаев люди будут возделывать гибриды с таким фау. С таким либо с более высоким фау. И тут его три ключевых особенности. Это, конечно же, стабильно высокая урожайность в разных условиях выращивания. Он, опять же, быстро развивается на ранних этапах вегетации. Что не самая характерная на самом деле особенность для гибридов с фау-290, 300 и так далее. И его тоже интересная особенность – это толерантность к большинству патогенов листьев и стебля. Что также позволяет его успешно возделывать на орошении, где зачастую патогенный фон достаточно высокий. Тут вам нечего бояться, будь там фузыриоза в початках, пузырчатой головни или гемилицепариоза. К сожалению, не так много результатов в этом году было получено. И вот, кстати, для сравнения я здесь представил один результат из прошлого года, где урожайность была на уровне 9 тонн. И в этом году видим, да, как стрессы этого года повлияли, в принципе, на среднюю урожайность. Достаточно заметно, что она сократилась практически вдвое. И вот тот же Энгельский район в этом году показал там урожайность на уровне 6 тонн. При этом Чоринтос отлично выдерживает и стрессовые условия, где урожайность опускается до 4-4,5 тонн. Но в любом случае для гибридов и фау целевая урожайность, конечно же, будет более 6 тонн зерна с гектара. Нет смысла возделывать гибриды с большим фау там, где вы из года в год получаете 3-4 тонны. Ну, просто потому, что у вас условия не позволяют получить больше именно стрессовые условия. Там будут работать, более надежно будут работать раннеспелые гибриды. И пару слов о нашей новинке. Это C-Premeo уже в VAU-380. И здесь, конечно же, мы обращаем внимание наших коллег из Волгоградской области. В своей группе спелости мы можем сказать, что этот гибрид имеет максимальный урожай зерна. При этом он адаптивен к разным погодным условиям, в том числе, естественно, стрессовым. Ну и, что интересно, у этого гибрида достаточно быстрая влагоотдача. И вот они результаты этого года. Да, это Волгоградская область. Пару результатов с урожайностью около 6 тонн зерна с гектара. При этом мы видим, что имеется отрыв также от стандартов. Но и в хороших условиях, там, где урожаясь более 10 тонн, мы видим, что C-Premeo превзошел стандарты намного, намного больше. Буквально несколько слов про бренд PowerGrain. Это интенсивный гибрид с очень быстрой влагоотдачей. На самом деле, фишка этого бренда и этих гибридов в форме зерна. Как вы знаете, есть зерно кремнистое, есть зерно зубовидное. И вот у гибридов бренда PowerGrain зерно такое, скажем так, супер зубовидное. Оно как будто бы даже такое скукоженное, что ли. Это зерновки очень вытянутые в длину, плоские. И за счет вот этой формы зерна, за счет более высокой площади поверхности каждой зерновки, достигается как раз очень быстрой влагоотдачи. Также у этих гибридов тонкий стержень початка, рыхлые обертки, что, собственно, и обеспечивает эту скорость влагоотдачи. Если мы говорим про интенсивность, то, конечно же, такие гибриды в условиях, когда уровень минерального питания будет минимальным, эти гибриды будут хуже среднего, скажем так, показывать себя. Но при этом, когда мы будем вкладывать в такие гибриды по максимуму удобрения, питания, может быть, даже включаем орошение, здесь эти гибриды как раз-то раскрываются с лучшей стороны и показывают большую прибавку относительно стандартных гибридов. И одним из гибридов этого бренда является Sima Rimba. Такой характерный у него початок, достаточно вытянутый зубовидным зерном, конечно же. И его ключевые особенности – это быстрая влагодача, само собой. И также можно отметить, что отличная толерантность к основным патогенам листьев и стебля обеспечивает такому гибриду, там, где мы вкладываемся в удобрения, в орошение. Этот гибрид показывает супертолерантность к патогенам листьев и стебля. Здесь можно не беспокоиться о каких-либо проблемах с заболеваниями на этом гибриде. И вот, что интересно, на самом деле, результат этого года. В Самарской области был получен урожай 115 сантиметров за гектара. Да, для Самарской области это хороший результат. Это определенно орошение. И, по-моему, это даже хозяйство КФХ Цырулев, насколько я помню, да, получил эту урожайность. При этом, что интересно, в стрессовых условиях, когда, ну, для таких гибридов стресс – это ниже 7 тонн на самом деле, он показал тоже неплохой отрыв от стандартов. Но еще раз отмечу, что такие гибриды имеют целевую урожайность более 8 тонн зерна с гектара. Не стоит их возделать там, где заведомо можно получить 4-5 тонн. Такие гибриды не покажут себя с лучшей стороны. И еще один гибрид, о котором хотелось бы сказать – это оси импульс. Такой характерный гибрид, яркий, с интересным цветом зерна. Для интенсивного гибрида этот гибрид обладает отличной стабильностью. В большинстве условий этот гибрид в этом году показал себя как очень стабильный гибрид. Хотя профиль у него достаточно интенсивный. При этом гибрид имеет высокую толерантность к фузорезу початка. И зачастую это, конечно же, влияет на содержание микротоксинов в корме. Оно будет на минимальном уровне в данном случае. Ну и цвет зерна как раз обусловлен повышенным содержанием некоторых белков. И это еще одна особенность, такой бонус к его стабильности и интенсивности. Он обеспечивает повышенную ценность этого зерна для птицевого осва. Если говорить о результатах, то не в стрессовых условиях. Например, в Саратовской, Волгоградской области он показал себя с хорошей стороны. И при этом в достаточно интенсивных условиях мы уже видели, что в Балтайском районе есть хозяйства, которые вкладываются в агротехнику и могут получать 4-5 тонн подсолнечника, могут получать 9-10 тонн зерна кукурузы. Этот гибрид показал себя также с хорошим отрывом от стандартов. Если сравним со стандартными гибридами, цвет зерна, конечно же, отличается заметно. Оно более темное. И буквально еще два слова о нашем новом бренде Elevation. Возможно, многие из вас заметили, что в прайс-листе у нас появилась такая обработка семян. В чем отличие? В прошлом году мы полностью перешли на стандартную обработку Maxine Quattro. Это препарат, который уже себя зарекомендовал на рынке, как в европейском, так и в России. Уже многие компании перешли на эту обработку семян. В этом году мы делаем стандартной обработкой уже сочетание Maxine Quattro плюс 4Z. И мы видим, что за этой обработкой будущее. Теперь это наша стандартная обработка. И добавив сюда препарат Vibrance, именно Сидоксан, мы создали бренд Elevation. Что это такое? На сегодняшний день это наиболее эффективное сочетание препаратов, которое позволит защитить вас от большинства патогенов почвенных, от большинства наземных и подземных вредителей, почвенных вредителей. И при этом добавление Vibrance дает как раз физиологический эффект. В данной дозировке позволяет усилить образование корневых волосков на начальных этапах развития, что обеспечивает лучшую стрессоустойчивость. И по сути гибриды обработанные Elevation будут показывать лучшую урожайность относительно других гибридов. За счет как раз в том числе и такого физиологического эффекта. Более мощная корневая система, более интенсивное употребление элементов питания, лучшая стрессоустойчивость. И как раз спектр эффективности это подтверждает. На этом слайде я не буду зачитывать. На сегодняшний день Elevation – это наша прогрессивная обработка семян. И сделаю небольшой анонс. В следующем году мы представим кое-что дополнительно к бренду Elevation. Оставайтесь на связи, следите за нашими новостями. И на этой хорошей ноте у меня по кукурузе все. Если есть вопросы, задавайте. Если нет, я тогда попрошу коллега, возможно, ответить на вопросы по подсолнечнику. Я видел, да, был вопрос по фунгицидам по жавчине. Иван, тебе слово. Я уже начал отвечать. Отлично. Какой из продуктов лучше, Extra или Gold, на самом деле оба продукта очень достойны. Но здесь есть два момента. Это касательно, с одной стороны, это астробилуриновая группа, с другой стороны, касательно триозольной группы. В Extra содержится ципроконазол. В Gold содержится дифеноконазол. Дифеноконазол более тяжелый и менее системный. И это дает возможность этому действующему веществу в длительном этапе защищать посевы подсолнечника от ржавчины. Ципроконазол, его задача, это пролечить. Но при этом надежно, стабильно в растении он будет находиться где-то порядка до полутора недель. Соответственно, здесь рекомендация такая. То есть, если сильное развитие идет ржавчины, то есть пропустили, почему-то не доехали, сразу не увидели, то однозначно это работа препарата MamiStar Extra. Если же вы более идете на профилактическую обработку и вы следите за посевом, и вы видите первые пятна, первые споры, эцидиальная, неэцидиальная стадия и так далее, то здесь у вас, если такая стратегия, то вы работаете MamiStar Gold, потому что он вам позволит с одной стороны, с помощью стробилурина, азоксистробина и дифеноконазола иметь и длительную защиту, и высокую эффективность против ржавчины. И мы это в своих опытах наблюдали. Хотя логике поддается то, что ципроконазол, эталонное действующее вещество в мире по контролю ржавчины. Но вот такая ситуация есть, это связано как раз таки со свойствами действующих веществ, входящих в препарат. Другой момент, я, к сожалению, не знаю, с какой территории Евгений. То есть, как бы, некоторые хозяйства еще побаиваются такого, можно сказать, эффекта продления вегетации, но его нельзя назвать продлением вегетации. У нас, как и у растений, на роду наложено, сколько мы с вами проживем. Проживем мы 90 лет, 95 лет. Но, не знаю, курение, болезни и так далее, представим, что это растение подсолнечника, ржавчина, заразиха и так далее, у нас вот эти вот года отбирает. И тут вопрос, растение само погибает от старости, или оно погибает от курения и тому подобное. И, грубо говоря, если так сказать, что у нас нет продления вегетации, но при этом мы можем вегетацию снизить за счет вот этих вот болезней и других процессов. И в северных территориях там вот смотрят еще и на содержание азуксистрабина, да. И вот Амистар Голд в этом отношении выигрывает у Амистара Экстра, потому что ложится 125 грамм действующего вещества на гектар, но при этом адюванты, которые входят в препараты Амистар Голд, они дают эффективность по основному компонентам и по основным проблематикам, которые есть, на уровне с 200 граммами, которые в Амистаре Экстра ложится. Поэтому я могу сказать, что в целом и Экстра, и Голд, они, ну, наверное, друг друга взаимозаменяют в 80% случаев. Но вот уже, как я и сказал, что если мы говорим, что проблема уже у нас на пороге, то это Амистар Экстра. Если это все-таки профилактика и более такой подход, то однозначно это препарат Амистар Голд. Да, и для саратовской территории, вот как раз таки мы показывали вам данные по Болтайскому району, где как раз у Дмитрия Ухудошина были опыты. Как раз вот этот демонстрационный участок, почему там 50 центеров получили? Потому что хозяйство вложилось и в удобрения, и в технологию, и плюс еще и применяло фунгициды для того, чтобы вот этот высокий потенциал, который заложен в генетике, чтобы была возможность его реализовать. Какие-то еще у нас вопросы там были, нет? Указывали ребята, что саратовского будет. Да-да-да-да-да, да. В принципе, тогда мы эти вопросы заканчиваем. Ну что, вернемся тогда немного к презентации, скажем про викторину, и если у кого-то есть вопросы, еще дополнительно записывайте. Так, что касается викторины, все довольно просто. Сегодня вы услышали информацию про продукты, рынок, условия сезона. И, соответственно, после того, как у нас закончится вебинар, вам придут на почту 10 вопросов по кукурузе, 10 по подсолнечнику. На какие отвечать, решайте сами. Можете по обеим культурам. Один участник может ответить на вопросы, мы будем выбирать кандидатов, исходя из правильных ответов. Отправка призов будет обговариваться в индивидуальном порядке, поэтому один из вопросов будет ваши контактные данные. И что касается призов... Сейчас, одну секунду, у меня почему-то презентация не перелистывается. Вот она. То есть при взрыв категории «Подсолнечник» в первое место мы предложим 5 гектар комплексного решения «Клеофилд Плюс». Это «Сирозета», наша новинка, которую рассказывал Иван, и «Листега Про» на эту же площадь. Второе место – это будет «Сузука», также на 5 гектар. И третье место – сертификат на определение расы заразихи в вашем поле, в том числе лабораторный анализ. И что касается кукурузы, первое место – 3 посевные, второе – 2, третья – 1. И гибриды подберем специально для ваших почвенно-климатических условий, чтобы посмотреть на потенциал. Окей, вот на этом, наверное, и все. Хочу поблагодарить всех участников, да, кто к нам сегодня и присоединился, и спикеров. Наши контакты остаются прежними, можете задавать вопросы и на горячую линию сингенты, и нам лично. И также не забывайте про тех сотрудников, менеджеров по вашим территориям, которые работают с вами бок о бок. То есть вся наша команда нацелена на то, чтобы вы получали урожай и поддерживали свой бизнес на тех высотах, которые сами себе запланируете. Спасибо вам большое. Удачи. Берегите себя. Всего хорошего. Пока.